И если честно, он и жалел на восстановление своей страны, а в частности своего города, своей казны. То есть он что-то брал и тратил свои казны средства на восстановление и страны, и города. Помимо Османской империи, которая ждала свое время, то есть обождал, когда надо было покончить наконец-то с турками, был занят и персидский залив. Персидский залив в это время занимали португальцы и прикрывали торговый путь по морю. Поэтому надо было выгнать португальцев с персидского залива, так как там находился порт, где и собирались торговые корабли. Но одним ему не справиться. Армия была ослабшая. Армии были одни наемники. Сначала Аббас Великий решил восстановить именно армию. То есть армия теперь должна была состоять из местного населения. То есть это его первый шаг, который решил, чтобы не было предателей, чтобы не надо было нуждаться снова в армии, наемниках. Надо было работать над своей местной армией. Поэтому было принуждительное вовлечение в армию, где молодые воины воспитывались, но на какое-то время их готовили, чтобы они умели держать оружие, могли были сидеть на конях. Чтобы когда была война, можно было их призвать на войну. Но все равно нужен был союзник. Португальцы были сильнее, у них были пушки. Надо было как-то с ними тратиться. Для этого он нашел в своих союзниках Англию. Предложив им после того, как они выгонят португальцев, предложить им небольшую там часть, освобожденной от налогов, в порту на Персидском заливе. Конечно же, с помощью англичан португальцы были разгромлены и выгнаны с Персидского залива. Когда Абас Великий построил площадь, то 13 ушек он поставил на эту площадь.